В ожидании решения по поводу партии Шор. На этой неделе Конституционный суд завершил премия сторон и объявила о перерыве до 19 июня. На последнем заседании выступила и Марина Таубер. Что же касается предводителя партии Илона Шора, в Министерстве юстиции отметили, что готовят новый запрос относительно его экстрадиции. В самой же партии все обвинения на свой счет отрицают. При этом практически ни одно заседание суда по делу о законности партии Шор не обходится без антиправительственных протестов. На последнем заседании в Конституционном суде, где с 10 мая рассматривается запрос правительства о конституционности партии Шор, выступал адвокат, представляющий интересы властей. Адвокат перечислил все мотивы, из-за которых центральные власти потребовали проверить партию Шор на предмет законности. Среди них незаконное финансирование политформирования, организованное преступной группировкой, подделка финансовых отчетов, попытки дестабилизации ситуации в стране и связи с Кремлем. В графе финансовые ресурсы партии была указана сумма 1 миллион 750 лев. И это несмотря на то, что выплаты по зарплатам, содержание офиса, транспорт, организация протестов в первом полугодии 2022 года, на самом деле на это все было потрачено 35 миллионов 90 лев. К трибуне вышла депутат Марина Таубер, также проходящая в деле о незаконном финансировании партии Шор. Политическая партия Шор защищает свои права, используя абсолютно законные методы посредством критики, мирных протестов. И за это партию атакуют и преследуют уголовно партии власти, которые преследуют единственную цель – разрушение политических оппонентов, выдвигая фальшивые аргументы и вовлекая в этот мерзкий процесс все государственные институты. В ходе слушаний выступали практически все представители политформирования. Однако в какой-то момент в защите партии Шор все же было сделано замечание. Лиц, которые находились в одном из парков Аргеева, в том числе с детьми, запугивали вооруженными людьми, в то время как в Кишиневе парки и зоопарк работали во время другого режима. «Господин адвокат, у вас нет права основываться на обстоятельствах, которые не являются предметом дискуссии на заседании Конституционного суда. Инцидент в Аргеевском парке не является предметом этой дискуссии. Если вы продолжите в таком духе, нам трех дней не хватит, чтобы закончить с премиями». А в это время под окнами инстанции вновь проходили протесты. Организаторы раздали участникам плакаты с антиправительственными лозунгами. «Най судье в попору!» Что же касается представителей правящей партии, то в ПДС отметили, что будут дожидаться решения высшей инстанции. «Там неизвестно, каким может быть решение, будет вердикт, ознакомимся с ним и сделаем соответствующие выводы». К слову, в ближайшее время власти направят в Израиль. Еще один запрос об экстрадиции председателя партии Шор официальный Кишинев уведомил о том, что в Молдове Илон Шор был приговорен к 15 годам тюрьмы. «Мы ожидаем мотивировочную часть решения суда, где будут изложены все обстоятельства, вынесенного Илону Шору приговора. Надеюсь, у нас будут какие-то продвижения в переговорах с Израилем в этом отношении». Своей вины Илон Шор категорически не признает и считает уголовное дело против себя политической расправой. Заседание по делу о законности партии Шор продолжится в ближайший понедельник, 19 июня. После реплик сторон судьи КС могут огласить свой вердикт.